Гости были эмоциональны и у каждого свои аргументы. А в боксе это же самое сладенькое. Тем более, что рейтинг просаживается в них. Но, надеюсь, в Кропивницком ханжей все меньше. Будут ставить задачу. Привет, это я, Андрей Богданович, это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или нет. И вот на этой неделе Райковичу срубили пропозиции, вид, якой не можливо видмоватись. Пойдет ли Степан Цепюк геппе, чтобы стать допой? Андрей Балань хотел похвастаться, но попал в штангу. Итак, предвыборная борьба на местных выборах практически началась и для Кропивничана нам будет очень интересная. Сам интерес в выборе, который предстоит сделать Кропивничанам. Бабки решают все. За их голоса будут соревноваться две новые партии на букву П. Первая – это перспектива города, перспектива места Артема Стрижакова, а вот вторая – это пропозиция, то есть предложение. В эту партию вошли или создали шесть мэров городов, а именно Днепра, Николаева, Черновцов, Каховки и Кропивницкого. Андрей Райкович. Сделает ли Райкович пропозицию городу Кропивницкому, от которой невозможно отказаться? Это вопрос. Будешь моим другом. Выборы будут жаркими. Я даже не знаю, имеет ли смысл в Кропивницком идти кому-то от «Слуги народа». Тем более, что рейтинг просаживается у них. Райкович против Стрижакова. Стрижаков против Райкович. Это же как в боксе. Какая-то такая атмосфера реванша. А в боксе это же самое сладенькое. Это и высокие ставки, и высокая мотивация спортсменов. И это при том, что мы еще не слышали, пропустит ли Андрей Табалов, секретарь Горсовета Кропивницкого, еще одну каденцию Райковича, или попытается отобрать голоса, если выставить свою кандидатуру. У тебя нет никаких шансов. Знаешь это? А есть же еще амбициозный Горбунов. Он же может что-то синициировать. Например, свое выдвижение в виде национального фестиваля Кропивницкий 2020. И, кстати, было бы хорошо увидеть в этих мужских крепких рядах хотя бы одну женщину. Я напомню, что с этого года действует гендерная квота, и в первой пятерке партии должны быть никак не меньше, чем две женщины. Так что шершеля фам партии, ищите женщину или женщин. Правда, я так думаю, не всем мужчинам, нам же сексистское общество, это понравится. Мол, они тут недавно вообще право голоса получили, а тут уже и в политику рвутся. Но, надеюсь, в Кропивницком ханжей все меньше. Но если мэр Кропивницкого практически создал свою партию, то пока еще мэр Александрии Степан Цапюк, видимо, в творческом поиске политической силы. В общем, в своих видеообращениях Степан Цапюк начал использовать лозунг «Доверяй справам». А это же Геннадий Кернес. В прошлом году он точно так же назвал свою партию Струхановым «Доверяй справам, доверяй делам». Выводов у меня по этому поводу несколько. Ну, например, Цапюк таким образом сливается из ОПЗЖ Медведчука и вступает в партию Кернесу. Второй вариант – это Цапюк создает, ну, чтобы быть в тренде, создает свою партию «Доверяй справам», а потом как бы вспоминает, что такая же точно есть и у Кернеса. Третий вариант – «Никто ни о чем не думал». Цапюк решил просто поюзать фразу «Доверяй справам», а потом оказалось, что она, эта банальная фраза, уже используется у Кернеса. Но вообще было бы прикольно, чтобы Цапюк ушел именно к мэру Харькова, именно к Кернесу. Ведь с новым увлечением записывать видео мэр Александрии напоминает немеркнущий шедевр. И кто его знает, может именно Цапюк сможет заменить самого Добкина. Прекрасная погода. Немножко текст по-дебильному написан. Миша, все переписываем, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст. Но это еще не все. Если прослушать речь Цапюка от 15 июня, то создается впечатление, что человек впервые идет на выборы. Потому что, вы не поверите, он снова рассказывает про детские площадки во дворах и детских садиках. Я вот, когда объездил в садики в воскресенье, я заметил, мы очень много уделяем внимания внутридворовым территориям, то есть ставим детские площадки во дворах, но мы мало сделали для садиков. А ведь большинство детей-то находятся в садиках, поэтому, конечно, сейчас перед собой будем ставить задачу оновить детские площадки именно в садиках. 20 лет при власти, и они до сих пор ставят детские площадки или там обновляют их. Вернее, что я ставят, обновляют, цитирую пока еще мэра Александрии, будут ставить задачу. То есть на нашем человеческом языке не факт, что обновят. Они за это время, за эти 20 лет, не то, что они новое должны стать, они постоянно новое должны там быть. И вот что за время такое предвыборное? Как только выборы, мы сразу вспоминаем о детях, о детских площадках. Все лучшее детям. А хорошо бы вспомнить Степану Кирилловичу про Александрюскую инфекционку, обшарпанную за 20 лет, между прочим. Ну, а следующие слова мэра, вообще просто класс, немного о дорогах от Степана Кирилловича. Давайте беречь то, что у нас сегодня есть. Я понимаю, есть ямы, они были, есть и будут. Что значит ямы там были, есть и будут? В других городах, другие кандидаты иногда рассказывают, ну, иногда, постоянно рассказывают, что ям не будет, а тут нет, будут. И сколько же лет надо, чтобы отремонтировать Александрию, а не просто там цветы посадить? Что делалось эти 20 лет? Может дать уже другим шанс? Не тем, кто делает десятилетиями, а сделает за одну каденцию. И не доверяйте надписи, доверяй справам, а то у вас ямы, они были, есть и будут. Вспоминая классика, то у вас текст по-дебильному написан, то у вас какое-то новое разделение области. Не так происходит. У вас ус открылся. Спасибо. Это я о перспективном плане развития Кирово-Роско-Области, где теперь будет только четыре района. Будут, значит, Голованевский, Новоукраинский, Александрийский и Кропивницкий. Интересно, что Светловодск теперь отходит, так сказать, к Александрийскому району, а Знаменка к Кропивницкому. Ну, и Новоукраинский район такой потужный. Там и Малая Виска, и Новомирград, и, опять же, Новоукраинка, и Добровеличковка. Вот и Малая Виска оказалась в такой, знаете, растяжке. Она теперь будет в Новоукраинском районе, но по потенциалу вот она сдаваться не хочет. А это и логично так, потому что мы находимся между Новоукраинским и между Новомирским районом. Я не понимаю, каким чином они выяснили, в чём у приоритета украинского района. Він, самое первое, на Украине. Мы находимся в центре. У нас есть свой аэродром. У нас есть дорога, яка получает сьогодний Схид-Захид. Если мы говорим, что мы хотим сделать, чтобы люди сегодня мали доступность, то какая же это доступность? Если Новомирград проезжает центр Малої Виски и едет по бездорожью, где я не перебольшую, но нет никакой дороги. Да, так вот, Малая Виска хочет и сама быть районным центром. Не хочу быть больною царицей, хочу быть владычицей морскою. Я бы сказал, целый Махач по этому поводу был на ток-шоу просто не просто на телеканале Витер. Гости были эмоциональны и у каждого свои аргументы. Новоукраинский район, Він сегодня с точки зрения экономики набагато красивый. Единственная проблема, которая сегодня стоит, это вопрос дороги между Малою Висков и Новоукраинском. Все. Но ее можно решить очень быстро. Вы очень правильно говорите за экономику. Мы сегодня говорим вопрос за экономику. Людям до лампочки, какая экономика в Новоукраинске, какая экономика. Им сегодня мы должны дать качественные услуги. Вы не навели жодного посылания на юридические документы, так же, как и на статтах чинного законодательства. Я не могу дайте я договорю. Ви скажите простые вещи. Чи взбирали вы голев адміністрации, мер, чи была коммуникация простворенца? Чому вы не окрестите вчора ж были в Верховной Раде с данного вопроса. Что данная постанова 3650 оттерминована до расследования. И вот в этом адміністративном споре точка будет все-таки за Верховной Радой. У недовольных центров, громад, районов, районных центров, немного времени, чтобы настоять на своей точке зрения. Но мне это очень напоминает переименование бывшего Кировограда, когда тоже последнее слово было за Верховной Радой. В Знаменке скандал там уволили Викторию Сильман, главврача Знаменской больницы. Она там была три месяца на должности. И то, что я видел на видеоблогеров, когда они проверяли больницы Кировоградской области, то она оставила довольно приятное впечатление. Тем более, с удивлением, я увидел сюжет телекомпании Виттер на том, что мэр Знаменки буквально на этой неделе уволил ее. Ну, не все так просто. Врачи сбунтовались против такого решения. Мол, они хорошо относятся к новому главврачу, которого назначил мэр Знаменки, но есть свои нюансы. А вообще мэр Знаменки говорит, что уволил Викторию Сильман за то, что она не принимала больницу несовершеннолетних. Хотя сами врачи говорят, что и не должна, потому что в больнице нет лицензии на обслуживание детей. Соответственно, они и перенаправляли их. В общем, ко всем медицинским проблемам в нашей области добавилась еще одна. На пустом ли месте? Кабинет министров дал оценку Кировоградской области в борьбе с коронавирусом. Об этом я прочитал на сайте Дозор. И в этом рейтинге Кировоградщина оказалась далеко не в пятерке, даже не в десятке. Из 35 максимальных баллов область набрала 19. А это 16 место из 24. Оценивали уровень борьбы с заразой по таким критериям. Режим въезда-выезда в область, ситуация с обсервацией, выплаты зарплат врачам и соцзащиты во время карантина. В начале недели он на своем официальном телеграм-канале выложил публикацию издания Деловая столица, где есть рейтинг глав госадминистрации, областных госадминистраций. И Балонь там на шестом месте. В общем, Кировоградщина не удивила. Зато удивил Андрей Балонь. И как по мне, это тот случай, когда хочется похвастаться, но что-то идет не так. Все как-то не так пошло. Проиграю. Дело в том, что название публикации очень красноречивая. Рейтинг губернаторов. Почему кадровая политика слабейшая из мест у Зеленского? И получается, что у Зеленского настолько слабые кадры, что даже Балонь у них на шестом месте в рейтинге. На этом все. Лайкайте, комментируйте и помните, все изменивится на краще. И еще отдельное спасибо кировоградским медикам за то, что спасаете наши жизни. Берегите себя во время пандемии и не верьте всяким ковидиотам, которые веруют в чипирование, в 5G вышки и в прочую лобутень. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok